Добрый вечер. Год назад православная епархия открыла в арендованном здании приют для бездомных людей. До этого много лет Благовещенские на эту тему только разговаривали, ничего подобного создано не было. И никто не решился давать приют бродягам. Сейчас приют закрывают. И сегодня у нас в студии куратор приюта Виталий Михайлович. Здравствуйте, Виталий Геннадьевич. Вы сотрудник епархии, да, и уполномочены были заниматься этим проектом? Был сотрудником епархии. Когда мы открывали изначально этот проект, я, как вы знаете, работал в отделе социального служения и занимался как раз этим проектом и его открытием, этого проекта. На сегодняшний день я по личным причинам ушел, личные обстоятельства были, я ушел с работы с епархией, но проект этот продолжаю курировать. Понятно. Сколько людей у вас прошло за этот год, вот через этот небольшой домик, да, который называется приютом? По текучести у нас вышло по журналу 82 человека. Смотрите, это проект был, который вы делали с Центром Доброта, да? Изначально планировал. Изначально. То есть Доброта отдала вам это здание, безвозмездную аренду, да, все коммунальные платежи и прочие содержания, это были уже ваши проблемы, да? Да, правильно. Сколько примерно вы тратили в месяц на это? Ну, в месяц где-то уходило от 6 до 7 тысяч, это в зависимости от электроэнергии. Это коммуналка. Ну, а кормить? Кормить, кормить, кормить. Большей частью было связано не с епархией. Еда, ну, как правило, поступала от доброжелателей, ну, и отчасти нам выдавали продукты из приходов. То есть это пожертвование, да? То есть питание это была жертва такая. Понятно. Вот сейчас там есть люди? На сегодняшний день, как вы знаете, в связи с закрытием Доброта занималась вопросом расселения тех людей, которые там находились. Часть людей была вывезена, и на сегодняшний день у нас там находится 9 человек. Вы какую задачу тебе вообще ставили? Дать крышу, дать кровать, накормить, отмыть, я не знаю, там, дать документы, выправить и трудоустроить или что-то другое? Изначально это был целый проект, который был предусмотрен, когда я еще работал в епархии, который назывался «Социальный лифт». Вот это один из пунктов этого «Социального лифта», который мы реализовывали, который мы создавали, делали. Это место, куда люди могли приходить, где они могли провести время, крышу получить над головой, решив при этом, решая при этом свои какие-то проблемы, которые у них связаны. Ну, к примеру, потеряли паспорт. Смотрите, но приют ведь, вообще-то, если все организовывать так, как, наверное, и вы хотели, наверное, бы так, да, чтобы это был, во-первых, это какой-то сам пропускник, да? То есть это санитарная обработка, потому что, ну, что тут греха таить, люди всякие и неблагополучные, и там букет болезней вообще всего на свете, да? Это должна быть, наверное, какая-то охрана, должен кто-то следить, полицейский, за тем, чтобы был порядок, потому что, ну, короче говоря, чтобы они вели себя прилично и не было никаких эксцессов. Глобально. Как с этим? Ну, изначально, когда мы его только создавали, сделали, у нас получилось так, что как-то вот Господь устраивает все в этом отношении. У нас появился человек там, который тоже попросился к нам на постой, он с женой, с детьми, он ветеран чеченец, чеченских войн, вернее, если правильно так сказать, чеченских войн. И человек, ну, социально надежный, и вот он у нас занимается всеми теми функциями, которые вы сказали. Подождите, он ваш постоялец? Да. Так, и он занимается, он и медик, он и охрана, и порядок, и все? Нет, в плане охраны, а в плане медицинского обслуживания это скорая помощь, 0,3, все, они приехали. Все понятно. Ну, то есть люди, приходя к вам, они не проходят никаких, так сказать, санитарных обработок и так далее? Вот почему я говорю, что когда изначально, когда мы говорили об этом, приходит человек, я изначально смотрю, можно его разместить, у нас или нет, для того, чтобы не было заражения в данном случае. И все, то есть вот на таком уровне пока. Понятно. Смотрите, ну сейчас вот есть письмо, да, подписанное Владыкой Лукьяном, и есть скан на сайте Амур-Инфо даже, да, в блоге вот Ольги Тур размещен. Вот все сейчас вокруг этой истории слишком много всего уже накручено. Скан есть, я не буду читать полностью вот это вот такое вот письмо, я просто прочитаю, извините, строчку, да, хотя могут опять упрыгнуть, что вырывано из контекста, но тем не менее, все могут прочитать. Значит, дополнительно строятся монастыри в селах Троицкое и Среднебелое, да, естественно, епархия тратит деньги, но дополнительное содержание приюта помощи бездомным в Благовещенском районе, в селе Садовое, епархия считает нецелесообразным. Он не решает задач, необходимых для подобных заведений. Вот что это такое? То есть дорого стало содержать? Не по силам епархии? Почему отказались? Как я могу со своей стороны это трактовать, то есть понимать этот вопрос, то это прежде всего связано именно с тем, что в Среднебелом и в Троицком строятся эти монастыри, и про этих монастырях, как владыка планировал изначально, когда он занимался созданием этих монастырей, центров реабилитационных при них, перевести все это туда и там заниматься на месте этими людьми. То есть епархия не будет тратить больше деньги, вот я так понимаю, на то, что не выполняет свои задачи в полной мере, как бы это делалось? Здесь в Благовещенске. Здесь в Благовещенске. Но со второго числа помещение нужно уже освобождать, да? И это уже происходит. Нет. Куда вы денете людей? На сегодняшний день, вот как я уже сказал, то, что я продолжал курировать этот проект и заниматься им, группа единомышленников, которые также помогали мне во всех этих делах, и решил организовать некоммерческую организацию, мы ее назвали Покров, она как раз, видите, как уместно звучит, для которой была занималась, продолжала заниматься этими вопросами здесь у нас в Благовещенске. То есть вы хотите создать некоммерческую организацию, которая будет заниматься вот этой работой дальше? Мы ее создали уже. Создали уже. Зарегистрировать теперь. То есть вы хотите теперь взять на тех же условиях это здание, да, чтобы вам отдали? Да, в связи с этим мы отправили письмо в городскую администрацию, исполняющему обязанности, о том, что мы вот такая вот организация, хотим продолжить курировать и заниматься этим проектом, просим вас на тех же условиях, что и было ранее, предоставить нам здание, беззвездное пользование, для того, чтобы мы могли заниматься этим проектом. На сегодняшний день уже обратилось много меценатов, я никого не просил, никого не искал, но обратились люди, которые высказали, причем в гарантийных письмах, свои обязательства о том, что они будут заниматься вопросами коммунального обеспечения и, возможно, финансовой поддержки. То есть люди берут финансовые затраты все по приюту на себя. А неужели нельзя было этого вообще не делать? И люди бы точно так же взяли эти финансовые затраты на себя, и не было бы, во-первых, вот этой всей истории, да, ну и епархия бы продолжала заниматься бездомной. Может быть, изначально и можно было бы, но, наверное, как свою деятельность планирует епархия, это решать владыки не надо. Понятно. А вам зачем лично, Виталий? Не знаю, вопрос, конечно, интересный. Когда это все возникло изначально, когда я начал этим заниматься делом, тоже задавал себе этот вопрос, зачем, почему и как. А потом, когда увидел о том, что реально людям оказывается помощь, и люди меняются и возвращаются к жизни, то уже на сегодняшний день понимаю, что это просто необходимо. А я, наверное, в данном случае как инструмент, который может это людям... Ну, то есть вы же заплату не получаете, это же не бизнес. Это просто вы делаете безвозмездно, что ли, все? Ну, конечно, если... А вы чем занимаетесь вообще по жизни? Я предприниматель. То есть это просто такая ваша, ну, что ли, я не знаю, ваша миссия, да, как вы себя определили? Ну, да. То же самое можно задать человеку вопрос. Ты зачем делаешь добро? Ну, как вам скажут? Ну, наверное, природа такая, есть потребность такая у человека. А мэрия вообще вот весь этот год как-то с вами работала или нет? Потому что это проблемы, конечно, муниципалитета, да? Куда девать бездомных, что с ними делать? Каким образом вы работали или не работали? Когда только изначально этот проект создавался, мы, и лично я обращался к начальнику отдела социальной политики, в областной же у нас министр, а там, я уже не помню, кто начальник, да, обращался и высказал всю эту проблему, что вот нам нужно ее решать, мы сможем ее решать, у нас получится ее решать, если мы начнем только потихонечку действовать и двигаться в это направление, ну, а ВОЗ и ныне там. То есть никак. То есть есть другие, наверное, проблемы, которые городской администрации на сегодняшний день пока нужно решать первым делом. Если бы она откликнулась, если бы она пошла бы на встречу, то я думаю, мы в большей степени этих проблем могли бы решить. Тем более инструменты на сегодняшний день уже спустя два года уже есть. Как можно воздействовать, как можно исправлять, как можно решать эти вопросы. Скажите, вот если какие-нибудь бездомные люди, вот они, и к вам их направят, или не к вам сами, вы их сейчас возьмете? Да. То есть сейчас какой-то такой период между, так еще, уже не епархия, и еще пока... Еще никто, да. Да, то есть вы сейчас как, вы принимаете людей, они у вас так же начнут, никто на улицу не выгоняет. Я так же продолжаю акулировать, да, никто на улицу не выгоняет пока. Хотя я не знаю точно кто, но мне сообщали постояльцы о том, что приезжали какие-то люди и ходили исследовали это здание. Кто такие не представились, кто как не сказали, но все были в костюме. Я так понимаю, наверное, все-таки из городской администрации эти люди были. Но пока никто не выселяет, пока никто не выгоняет, поэтому пока деятельность, которая велась ранее, она ведется. Спасибо вам большое за разговор, но я надеюсь, что у вас все получится, и все-таки вы будете работать вот с этими людьми, которым просто некуда идти, и ни на что есть, и негде спать. Мы сегодня говорили о работе приюта в поселке Садовом, в Благовещенском районе. Вот епархия теперь не будет заниматься этим учреждением, этим будет заниматься новая некоммерческая организация, если все получится. Хотела бы. Это были простые вопросы. Всего хорошего. Спасибо.